Как сказал наш эксперт в сюжете, мужики должны есть мёд. Но я думаю, что все люди на Земле должны есть мёд. Но самое главное, Герберт Владимирович, определить, какой же мёд хороший, а какой не очень качественный. Какой мёд стоит у мужика? Я знаю, что вы точно обладаете каким-то секретом. Определение, как можно, собственно говоря, хороший мёд отделить от нехорошего. Ну, как увидеть? Это очень просто. У природы нет плохого мёда. Есть человек, который портит этот мёд. Вы так на меня показываете? Неужели это я? Мы все вместе виноваты в этом. И приходят на эти же самые дни мёда люди и говорят, слушайте, я в прошлый раз брал мёд здесь, вот у этого вот. И он был чего-то это. Я говорю, и чего? Я говорю, как вы определяете? Они по старинке. Химический карандаш, капелька мёда. То есть сейчас вот нам показываете, да, этот эксперимент, да? Давайте. Точный рецепт определения. Химического карандаша нет? Нету, конечно. Сейчас я вам скажу, хороший это мёд или нет. Это Ава, что ли, вас подарил? Наверное. Не можем сказать. Да? Я спрашивал, я ему зазвонил, я спрашивал, ты какой мёд давал на телевидение? Вот. Но карандаша-то у нас нет химического? Нету. Как без карандаша быть? Без карандаша? А вот подождите, постоит, посмотрим, я вам скажу. Он сам скажет. А, он прям... Он сам сообщит. У вас прям все разговаривают. Либы, мёд. Всё, на свете живое. Я научился разговаривать с животными, со зверьками. Первый любитель мёда, зверь хучный, называется куница. Я её прекрасно понимаю. Да. Я куница понимаю. Норка тоже. Причём они разор такой устраивают. Они прогрызают улей и съедают весь приплод. Вот эта молодёжь, эту всю. И я посмотрел, что там остаётся после этого, но ничего не остаётся. А как же их пчёлы не кусают в наглый нос? Они их сами. Они их сами. Кусают. Вот именно. Говорят, что, Герберт Владимирович, мёд – это, ну, в общем-то, действительно самое мощное лекарственное средство. Это панацея от всех болезней. Так ли это? Это не только так, но и ещё надо добавить к этому, что мёд – это единственный продукт, в который не добавляют никакой бяки. Химизация, там, всякие улучшатели качества. Простите, можно я спрашиваю? Да уж да. Я сразу чувствую. Да, да. Ну, да. Надо есть так? Доты, нет. Ешьте, как хотите, если без чая. Горячее оно немножко… А вот этот самый… Как принимать правильный мёд, вот когда ты хочешь, там, я не знаю, там, горло заболело, насморк? Вода не должна быть горячей. Она 30-40 градусов, не больше. Тёпленько. И вот туда размножать. И при этой температуре и мёд расплавляется. Вот который засахаривается, мёд, он в течение зимы-то стоит, весь мёд, который продаваться завтра и послезавтра будет на днях мёда, он зимний мёд. То есть зимнего-то мёда не бывает, собран он осенью, а он простоял и засахарился. А если он засахаривается в улье, то пчёлы погибают. Они должны только свежим, настоящим мёдом, который у них укупорен в эти самые ячейки и сверху залить забрусом. Забрус – это такие антибактериальные пробочки, сделанные из всякого рода природных свойств, которые известны. Он ещё не заговорил. Он ещё ничего не сказал, он пока что ждёт. И я думаю, что это мёд хороший, он не расплылся. И после него не остаётся влаги никакой. Нету никакой влаги. Потому что пчёлы, весь нектар, который они собирают, они его вентилируют. Там есть специализация такая. Там дворники свои и стопники свои, понимаешь? Это всё. Я вечером буду вот чем заниматься. Понятно. У меня много разных баночек. С дочкой сядете, выкиньте. Если я вам скажу ещё о том, что пчеловодство – это единственная область сельского хозяйства, которая помогает разбогатеть в течение 15 лет. Так-то сейчас, знаете, привыкли гораздо быстрее богатеть. Приобретаете пчёл, лишаете себя выходных, огорода. И всё на свете. И через 15 лет вам просто больше ничего не надо, у вас есть пчёлы, и всё. Поэтому и на рыбалку даже некогда сходить, но мы не такие. Вот, к сожалению. Скажите, пожалуйста, что ждёт посетителей на выставке мёда, на днях мёда? Я вас ждёт прополис, пчелиное молочко, маточное молочко, так называется правильно, воск, пчелиный яд – ценность невероятная, дороже золота. Дороже золота, а вот… И я так понимаю, что на этих днях мёда будете и вы присутствовать. Ах, как же! И как раз всем желающим можете рассказать. Я как раз туда привезу свои акварели, на которых изображены пейзажи и места, где больше всего и лучше всего собирают пчёлы мёда. Я зайду к вам завтра, потому что я ничего не знаю про пчелиный яд и про маточное молочко. Я вот узнала, как мёд выбирать. Пчелиное маточное молочко. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что дни мёда будут на этих выходных в цветочном павилоне, естественно, в Таллине. Приходите.